всем здравствуйте сегодня мой эфир посвящен подготовке к нашему марафону в котором мы будем писать такой замечательный сюжетик пока все присоединяются я напомню что меня зовут оксана я художник не по образованию а по призванию и пишу уже больше 20 лет картины и в данном марафоне мы с вами будем писать небольшой пейзажик масляными красками пока многие присоединяются я вам покажу какую серию работ можно подготовить в будущем вот такие пейзажи они будут конечно смотреться очень интересно когда их будет на несколько или серия всем здравствуйте кто присоединяется извините что немножко задержался эфир но сегодня у нас будет он обзорный краткий я напомню какие нужны нам материалы для нашего мастер-класса мастер-класс планирую провести воскресенье в 2 часа дня всем здравствуйте очень приятно всех видеть слышать знакомых и кто еще незнакомые познакомиться со мной с моим творчеством и захотят воплотить такие маленькие сюжеты в своем доме повторю еще раз сегодня мы с вами встречаемся чтобы обсудить материалы к написанию вот такого маленького сюжетика он у нас у меня по крайней мере написан на тарелочке керамической но я еще оговорю те материалы которые вы можете использовать как как эскиз как подготовку как тренировку к вашим будущим работам всем здравствуйте очень приятно девочки пишут всем привет еще раз до нас эфир я так планирую минут десять-пятнадцать чтобы не занимать ваше время потому что большинство все заняты вот кто видел мой пост в нем написаны материалы которые нам пригодятся и как подготовить тарелочку на которой мы будем с вами писать к нашему будущему пейзажику если вдруг у вас нет тарелочки то я говорила что можно загрунтовать небольшой картон или какой-то вот вот у меня тоже такой пейзажик написан только на картоне вам главное сейчас понять принцип построение сюжета и основные приемы как мы будем растягивать наш цвет нашу такую теплую цветовую гамму на этом пейзаже если многие у нас собрались девочки я тогда переключу камеру и покажу еще поподробнее что мы будем использовать в наших работах очень приятно светлана ирина кого еще там я увидела девочки так если переключаю камеру тогда и показываю еще раз что нам нужно для нашей работы очень приятно всем для меня это конечно пока система еще не совсем наработанных сейчас я хочу установить чтобы вам было хорошо видно если вам слышно хорошо девочки тоже поставите или плюсики вот я вижу что вы машете мне спасибо за поддержку очень приятно кто пришел к нам на эфир если кто-то не пришел потом посмотрите в записи так я думаю фокусировка вроде бы есть да сейчас еще немножко попробую наклонить чтобы вам было лучше лучше вот так скорее всего всем привет ой сердечек сколько очень приятно спасибо за поддержку очень приятно так вот пока мы уже готовимся к нашему марафону у меня уже появилось две такие работы кто видел мой новый пост в принципе они почти что похожи но конечно вот в чем интерес живописи что то что можно немножко импровизировать где-то камышей побольше где-то добавили уточки и конечно у каждого из вас получится своя определенная гамма цветовая и в этом прелесть живописи и авторских работ начнем с того что у нас вот уже появилась какая-то загрунтованная тарелочка может быть такой диаметр может быть чуть побольше я просто указывала на то что лучше конечно брать чтобы была плоскость более ровная без выпуклости тогда нам будет легче растягивать красочку и вот перед тем как мы начнем с вами писать маслом нам конечно же нужно будет сделать эскиз или сюжетик для этого можем потренироваться на каком-нибудь листе бумаги сделать похожий сюжет то есть набросок композиции для нас главное понять где у нас будет линия горизонта ну мы возьмем чуть чуть выше чуть чуть выше середины вот это у нас вот эта часть где будет у нас земля встречаться с водой вот эта вот часть мы проводим для себя чтобы понять как же будет строиться у нас дальше работа на этой работе у нас вдали видны камыши но самое главное с чего мы с вами начнем это мысленно представим где у нас будет солнышко всем здравствуйте кто пришел на мой эфир поддержать меня спасибо всем вот очень приятно всех слышать добрый день я рассказываю про композицию как мы с вами составляем нашего будущего пейзажа к который будет у нас на тарелочке сначала мы с вами тренируемся на бумаге кто смелый может сразу делать на тарелке для нас главное выделить в этом сюжете солнышко потому что солнышко у нас является центром этой композиции от него идет свет и она как бы все освещает у нас всем здравствуйте смотрю параллельно комментарии набросали солнышко значит у нас это будет центр композиции девочки вам видно или вот так вот немножко ниже опустить так давайте вот так я чуть-чуть приподниму всем здравствуйте вот и мы будем представлять что здесь у нас вот камыши за камышами у нас деревья если среди этих веточек у нас будет проглядывать солнышко и вот мы с вами мысленно представляем наш пейзаж верхняя часть у нас будет это все небо растяжка это у нас линия где заканчивается земля начинается водичка так повторяю кто забывает сюжетик у нас получается вот такой дальнейшем можно еще повыше прямому верхнему краю повыше вот это вот часть ну это это как эскиз мы если может быть он виден что он немножко заваливается да ну мы это вот мы видим другой берег как бы у нас линия горизонта получается ровненькой вот можно сейчас эскиз не совсем точно получается если у нас спокойненькая погода обычно деревья отражаются зеркально на водичке и вот то расстояние которое мы с вами выбрали где у нас заканчивается эти деревья значит они у нас должны быть в идеале симметрично отразиться в воде и мы с вами строим также деревья будут отражаться на том же расстоянии как они растут если у нас дерево вот тут заканчивается значит отражение будет его в этом месте у меня уже вот тоже есть такой вот набросочек небольшой тоже по этому же принципу у нас идет линия горизонта деревья и потом все это будет перекрывать наши любимые камышики если вам понятно этот принцип поставьте пожалуйста плюсики то я пока не пойму вам это ясно или для вас это немножко сложно для меня как бы это все понятно как это должно быть если вам это понятно то я продолжу как мы с вами будем камыши писать когда мы делаем эскиз нашей тарелочки камушки мы прописывать не будем очень приятно понятно девочка всем очень приятно спасибо за поддержку камыши мы будем писать в последнюю очередь когда у нас уже будет вся композиция собрана и когда у нас мы уже маслом с вами напишем и небо и деревья и отражение и водичку камыши прописываются уже последнюю очередь чтобы понять принцип камышей до надо пробовать рисовать что понять принцип камышей мы с вами представляем что мы стоим на бережку и вот они перед нами чуть-чуть наискосок растут мы их пишем как они растут снизу вверх как они тянутся к солнышку вот мы можем сделать погуще пореже это уже будет импровизация у нас на данном камуши очень высокие иногда даже бывают больше трех метров поэтому очень интересно когда они будут выходить на небо вот с такими пушистыми и тел очками вот не тел очки у них такие обычно распушенные в разные стороны такие мягкие и приятные вот и конечно же их листья которые ветер раздувает в разные стороны и мы с вами видим не плоскость мы с вами видим объем как они смотрят в одну сторону в другую вот интересно показать когда они вот здесь будут на переднем плане вот такими такими линиями все сквозь водичку светится и вот когда мы с вами это точное наблюдение очень приятно и когда мы с вами уже все пропишем вот у нас некоторые листики будут прям принимать рефлексы от солнышка и светится те которые ближе к солнышку они прям будут таким желто-лимонным оттеночком некоторые оранжевые вот и они прям будут смотреть на солнышко и поблескивать может быть даже некоторые от того что они влажные вот и вот эти все листики мы с вами будем прорабатывать уже на последнем этапе как стихи слушаю очень приятно немножко почему-то сейчас волнуюсь больше чем на совместном эфире ну опыт будем приобретать дальше так значит кто кто видел камыши кто нет вот смотрите нас они идут от основного ствола и вот немножко какие-то изгибаются на краях они более острые и тонкие вот но это я вам как пример показываю мы с вами будем камыши скорее всего прописывать потом на втором эфире когда у нас уже вся наша композиция высохнет вот ну вот эту вот работу я делала по сырому и поэтому некоторые моменты получается красочка смешивается и камыши у нас немножко как бы растворяются в воде ну это хорошо но когда краска подсохнет лучше какие-то контрастные моменты прописать и тогда у нас будет более такая работа эффектная хотя и сейчас она эффектная но это как бы будем стремиться к идеалу так теперь вот смотрите момент который нам нужно подготовить заранее если у вас именно тарелочка нам нужно перед тем как мы начнем писать чтобы потом работу можно было повесить нам нужно будет заранее сделать петельку и и надо будет приклеить для чего сохранить эфир постараюсь девочки постараюсь сохранить эфир если вдруг не получится я наверно тогда потом запишу еще видео и выложу его для чего нам нужно петельку сделать заранее наши работы чтобы когда мы начали писать у нас с вами был проявлен центр работы чтобы когда мы с вами писали у нас уже вот этот центр работы как бы ось ось работы никуда не съехала чтоб потом когда мы повесили работу если она на тарелочке повторяющую вот она у нас висела ровненько понимаете вот надя пишет на youtube сохранить очень приятно если вы мне поможете сохранить на youtube вот спасибо большое так как мы с вами приклеиваем я вам покажу сейчас просто пример не буду занимать ваше время в эфире берем тарелочка пока у нас еще она ни с чем мы в любом месте берем делаем нашу петельку больше или меньше берем клей такой клей момент обычный так и берем берем у вышивальщиц кусочек кантика это у нас вот и мы вот так вот приклеим я сейчас не буду занимать ваше время девочки просто намазываем клеем и приклеиваем придерживаем ну и желательно конечно чтобы несколько часов полностью когда высохнет прижмете прижмете у нас получится вот такая петелька вот и уже когда будет такая петелька по своему усмотрению можете больше сделать чтобы она прям висела так вот так сказать как сейчас модно рустик стиль да вот так такая вот пеньковая если не хотите можно сделать поменьше чтобы она не была видно просто вешалась на стеночку вот на этом этапе нам нужно обязательно сделать предварительно если все загрунтовали если все загрунтовали это очень хорошо вдруг у кого-то нет тарелки я вам напоминала что вдруг нет тарелочки можно загрунтовать любую картонку вот композиция на этой картонке будет располагаться примерно так же просто за счет того что она у нас чуть чуть выше это размер 10 на 15 вот у нас примерно так же будет я просто показываю схематично вот наша граница воды и небо вот тут у нас будет солнышко здесь у нас будут деревья также не будут отражаться просто здесь у вас будет на этой работе больше небо и больше воды это я говорю у того вдруг у кого-то вот не тарелки я думают ну вот смогу ничего сделать так и здесь у нас также будут камыши вот они пошли камыши и причем вот они камыши будут у нас по длине и будут все перекрывать будет чудесная работа и если вы возьмете 10 на 15 это стандартный размер вы чудесно оформить ее в любую рамочку и у вас уже будет именно картина они тарелочка всем привет очень приятно всех видеть всех слышать так по композиции понятно если кому-то непонятно напишите мне я еще выложу эскиз работы в stories так это мы прошли теперь тарелочки надеюсь у большинства или загрунтованы или будут загрунтованы по у кого нет тарелки на тарелке на тарелке в пяльце грунтуете но это конечно экспериментальный но все возможно да нам надо будет попробовать тоже так сделать как когда какую-нибудь работу оформить пяльцем теперь переходим к материалам такими мы будем с вами рисовать как разбавитель я беру я говорила масло масло льняное вот у меня самое обыкновенное если у вас есть художественные разбавители для масляной краски можете использовать их нам здесь надо буквально чуть-чуть так как работа небольшая нам это буквально капельку нальем какую-нибудь емкость это масло потом когда мы будем с вами работать и будем разводить здесь какую-то красочку и намокать масло для нашей дальнейшей работы кисточки я вам положила много кисточку нам сколько для нашей работы конечно же не нужно эскиз мы набросаем с вами простым карандашом потом на тарелочку можете уже проработать перенести камыши повторяю нам это не обязательно прописывать просто чтобы именно мысленно представляли когда вы потренируетесь на листочке вот лена тягин костромской и тантьяна конечно все уже проверено качество проверено когда мы с нарисуем этот сюжетик камыши вы потренировались на листике но переносить я вам на тарелочку не рекомендую чтобы потому что все равно когда мы будем писать водичку наш эскиз здесь сотрется вот значит мы делаем ось еще раз повторяю когда у нас будет веревочка нам нужно для себя установить чтобы у нас была линия горизонта и потом чтоб тарелочка висела на стеночке ровно так отвлеклась немножко кисточки для вот это небольшой работы нам достаточно примерно вот так такой толщины кисточка круглая вот пятерочка может быть шестерочка здесь у меня идет синтетика синтетика главное чтобы она была мягенькая нас чтобы небо потянулось если у вас будет что-то на вроде такой вот плоской даже чуть чуть меньше можно такой я показываю как вариант одна кисточка такая одна кисточка желательно единичка для прописки камышей чтобы они получились у нас тонкие ровненькие такие протяжные так и еще мы возьмем какую-нибудь кисточку знаете вот есть такие кисточки уже которые совсем уже старые разлохмаченные всем здравствуйте кто присоединяется вот вот такая кисточка это может быть щетинка может какая-то вообще такая прям совсем простая у детей которые уже замученная такая кисточка нам нужно будет чтобы у нас получились вот такие растопорщенные веточки деревьев которые будут выходить на небо нам нужно именно такая вот чуть-чуть жестковатая разлохмаченная кисточка принципе вот этот набор основной даже вот так вот три кисточки главное что была мягенькая одна тонкая для прописки здесь у меня колоночек колонок конечно хорошо держит форму и какая-нибудь такая старенькая так разбавитель я сказала и все это в процессе мы вытираем какой-нибудь тряпочка ненужной когда мы будем с вами писать тряпочку подготовили что еще нам нужно когда мы будем с вами писать у нас тарелочка чтобы она вот не лежала плоско мы должны чуть-чуть ее видеть перед собой поэтому если есть какие-то мольбертики очень хорошо если какие-то подставочки чудесно если нет берите какую-нибудь такую вот тряпочку чтобы она у нас вот так вот она смотрела тарелочка ну иногда в процессе работы конечно когда прописываю я беру ее в руки но это уже каждый для себя может быть в процессе попробует как ему будет удобнее все это делать так что еще у нас остается краски самое главное самое главное то не присоединилась и рита девочки кого вижу всем привет очень приятно теперь остается красочки масляные краски то мне просто сейчас была недавно закупка красок поэтому не такие новые но очень много у меня вот таких конечно уже повидавших виды выдавленных красок нам главное соблюсти чтобы у нас получилось в результате теплая гамма теплая гамма у нас может мы как бы считаю все таки это минимальное количество красок которые мы можем использовать начнем с белил белила нам нужны у вас даже водный урок замечательно получается очень приятно спасибо за поддержку белила у нас белила будут присутствовать на небе на небе и на водичке конечно самое яркое пятнышко это будет солнышко светящиеся и потом мы будем постепенно к белилам добавлять теплую гамму это вот кадмий лимонный кадмий оранжевый и такая у нас будет мягкая растяжка чтобы у нас был плавный переход неба и водички но вообще как бы в живописи небо и вода конечно по-хорошему не должны писаться одной краской если у нас здесь желтые то здесь желтая по-хорошему у нас это разные стихии и поэтому чтобы написать водичку мы будем добавлять туда чуть-чуть другие оттеночки так же как и деревья одним цветом а их отражение будет чуть-чуть другим оттеночком тогда у нас именно будет живопись настоящая так кадмий красный светлый это я положила как дополнительно можно его добавить микро микро если у вас его нет ничего страшного сиена сиена жженая или же если у вас вдруг ее нет омбра жженая если у вас есть марс оранжевый я просто думаю может быть те девочки кто именно занимается там разрисовкой кукол или какие-то еще смежные техники или может кто-то декупажем занимается у них может быть какой-то выбор есть определенной краски если нет конечно то ну желательно вот хотя бы вот такие вот красочки сажа газовая нам нужно тоже прям буквально буквально чуть-чуть но она должна присутствовать как как из темных и вот еще у меня умбра ленинградская натуральная тоже для темных оттенков и девочки я забыла еще принести зеленый я писала в посте зеленый или веридоновый или какая-то теплая травяная красочка из этой серии зеленую тоже нам нужно микро микро добавить чуть-чуть в листики чтобы они все равно светились своим натуральным цветом зеленый до нас камышей вот и микро микро тоже вот зелененькие будем добавлять в отражение по краске я сказала какие вопросы у меня набор там просто лимонные и оранжевые они подойдут до лимонные и оранжевые в наборе есть какой-нибудь тоже что-нибудь может быть марс даже коричневый если марса коричневого нет вот тогда просто мы добавим к оранжевому можно добавить сажу будет просто такой темный цвет темно-коричневый в общем у нас тоже получится как бы как эксперимент я вам показываю от чего отталкиваться а вы конечно я надеюсь порадуете порадуете меня своими работами и у кого какие получатся импровизации темно-красный ализарин ну красного прям много мы не будем добавлять но если из темных что то есть все таки ближе коричневому это хорошо было бы красного надо микро 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 ну вот основные вопросы как мне кажется я вам раскрыла так у меня еще петельку я вам сказала эскиз показала краски растворители кисти я думаю все у нас с вами должно быть решено еще раз повторю у кого нет тарелочки за грунт можно загрунтовать картон если хотите можно вырезать его круглым у вас будет как такой вот тоже панно если не хотите можно оставить вот такой вот вариант сиена и броженные вот когда как раз они подойдут до сиена и у броженные наборах часто бывает да это я думаю там у вас будет как раз все основные краски которые нам нужны вот я показывала что я картончик тоже сначала загрунтовала бесцветным грунтом а потом прошла таким художественным грунтом пока взяла клей художественный грунт акриловый санет санет вот и прошла тампончиком чтобы у нас плотненько все это распределилось повторю у кого нет таких вот хороших керамических тарелочек вот я взяла буквально в икее на днях поддон для цветов вот он серого цвета я его загрунтовала вот я сделала вот именно на этом оставила такую окантовочку может быть именно здесь будет такой как своеобразный декор но это как эксперименты вот такие дела думаю если все будет нормально воскресенье мы с вами встретимся и начнем творить вот к этому дню я уже видите еще раз повторю кто сейчас присоединился у меня уже два варианта этой раб этой работы вот если вам видно они все равно вот чуть-чуть отличаются оттеночком но не только сюжетом и сюжет как бы похожим там импровизации до получается камышики такие такие вот и для всех участников у них будет сюрприз у кого получится работа уже выставлено хэштег хэштег я придумаю не знаю может быть даже такой похожий пишу с земель по аналогии вышиваю с на 1 но я еще подумаю если что будете выставлять свои работки под этим хэштегом и одному из участников кто выложит работки поедет вот такая работа из моей серии уже авторская к вам подарочек вы рады девочки очень приятно кто еще присоединяется так если есть вопросы то я еще на них отвечу супер хэштег да понравился пишу с зимин ну мне кажется так по зазвучию тоже будет очень приятно бегу за красками чудесно пошли сердечки очень рады девочки что вам еще показать краски я вам основные рассказала еще раз белила у нас чуть-чуть белил лимонная оранжевая какая-нибудь из теплых или сиена или умбра жженая возможно если есть микро микро можно кадмий добавить можно без него работать в идеале сажа и если есть еще умбра натуральная ленинградская но у меня в основном конечно все тюбики большие потому что я пишу все время не надо большими работать но если у вас есть какие-то небольшие работки извините небольшие наборы вот можете все не все не использовать а взять какие-то вот основные я думаю люди творческие вам всегда пригодятся эти краски а вдруг а вдруг что-то вас пойдет кстати мне еще тоже как всегда новые идеи я тоже хотела пока вот я просто закупила в такую партию этих тарелочек мне 30 штук сразу большая партия это вот делает город добруш гомельская область они мне очень понравились вот своей формой такие милые милые и конечно у меня вот сейчас такая идея возникла сделать несколько работ может быть тоже с вами дальше выйдем в прямые эфиры и как вы думаете какая будет тема я не слышу ваших ответов но это будет ботаническая какая-нибудь иллюстрация всеми нами сейчас любимая используемая в наших работах может быть это будет какой-нибудь такой укропчик на каком-то совершенно на простом фоне может быть это будут листочки папоротника а может быть какие-то идеи которые мы с вами еще тоже можем обсудить и вместе дальше творить так как у нас много вышивальщиц можно тоже сделать такой свой мини уголок украшенный ботаническими разными сюжетиками это я вам просто еще раз показываю какие варианты можно сделать какие пейзажи в какой гамме потом если вы немножко так войдете во вкус можно брать и большие тарелочки кто не видел я вот показываю то же самое это берется тарелочка это вот готовые языки я ее грунтую просто здесь немножко пленочка уже защитная вот и вот такие пейзажи скоро я думаю будут украшать ваши девичьи уголочки вот так что можно какие-нибудь будет да он кстати может быть даже те же мухоморы но вообще конечно фантазии много идей много также как и вышивки поэтому нас трудно будет остановить наверное сейчас я эфир заканчиваю если будут какие-то у вас вопросы пишите мне пожалуйста в директ у меня выложен пост по нашим где у нас вот эти вот тарелочки будут задавайте вопросы мы все обсудим и я думаю уже пейзажи с детства лета в кубани но вот дом кубань наши места похожи очень да это кому это близко присоединяйтесь кому нет полюбить и наши степные реки наши просторы вот потому что эти все пейзажи ки конечно которые я делаю написаны с натуры это так все в реальной жизни и есть спасибо очень приятный эфир очень рада была со всеми с новенькими познакомиться с девочками пообщаться еще спасибо за внимание до новых встреч все тогда я заканчиваю эфир до свидания всем сердечки пошли все всего хорошего до встречи ориентировочно напомню воскресенье около четырех часов дня ну так как конечно могут быть какие-то обстоятельства я немножко согревкой говорю около но если что будет все нормально 14 часов воскресенье я вас всех жду всего хорошего хорошего дня всем пока а